Здравствуйте! Меня зовут Надежда. И я рада приветствовать вас на своем канале. Девиз моего канала Орхидея это легко. Сегодня я хочу вас познакомить со своей орхидейкой. Название ее я не знаю. Подписана она у меня в лотерею. В сентябре 2021 года я ее выиграла в лотерею. Пришла у меня эта красотка. С цветоносиком. И буквально через месяц-полтора она у меня зацвела. И вот посмотрите какая печалька. Посмотрите как цветы завяли. Это неправильно. Обычно цветок должен увядать с конца цветоноса. и идти и идти до конца. А тут видите как один цветочек остался. Остальные завяли. Хочу проанализировать. Ну, приблизительно я понимаю почему. и что я сделала не так. Хочу поделиться с вами своими выводами. А также я хочу сделать сегодня ее пересадку. Давайте посмотрим на ее корни. Достанем со старой посадки. Хочу пересадить ее в керамзит. И приглашаю вас с собой. Итак, для начала давайте срежем цветонос. Один цветочек. Зачем? Погода не играет. Итак, живая почка. Раз, два, три. Давайте вот так сделаем. Пока так. А там посмотрим. Сред от цветоноса я, конечно же, обработаю сейчас. Давайте посмотрим, что у нас в кашпо. Так. Сидит она у меня кора-мух. Потому что изначально она приходила у меня мох и я в посадку добавляла немножко ее второго мха для лучшей адаптации. Можно и так делать. Так. Здесь у нас как видите картина хорошая. Здесь ничего не видно, но вот это, конечно, очень радует. Так. давайте достанем, посмотрим, что у нас там. Наши любимые бабушки. Ага. Видите, корошок прилип. Ну, ладно. внизу нам ничего не мешает. нужно обращать. Замечательно. Так, вот так заубираем. Знаете, запах такой пошел, как будто бы, ну, даже не знаю, маленькой сырости, что ли. Мох, как вы знаете, он служит хорошим фильтром, который фильтрует всякие отложения. если, допустим, не совсем качественная вода профильтрованная или вы вносите какие-то удобрения. поэтому со временем, если у вас в посадке сверху идет мух, то со временем обязательно его меняйте, потому что он засаливается. Да, в принципе, как и все. Все засаливается со временем. Абсолютно любой грунт. я вижу, допустим, что убирать ей ничего не нужно, корешки в нее все в порядке. Полив у нее был буквально, я смотрела, корешки у нее стали серебристые. Тогда я отливала по краю кашпо и внизу чуть-чуть оставалась водичка. я ее не трогала. Водичка постепенно поднималась наверх. Так как субстрат тут грунт, скажем так, очень влагоемкий, то полив был где-то раз в две недели не чаще. Так, ну вот идет тут буквально совсем чуть-чуть и то вот смотрите, опять-таки вытягиваю корешок. Вот тут он на ниточке идет, А дальше он, смотрите, То есть мы ничего удалять, обрезать не будем. Единственное, что мне нужно, это ее помыть. Обычно я не любитель мыть орхидеи при пересадке, но так как я хочу предложить ей именно керамзит, я хочу, чтобы ни мха, ни вот этой вот коры здесь не осталось, а так как она прилипла, мне нужно ее намочить. Ну и листики задние, помоем. Итак, орхидейка помада. Вот такая у нас корневая. Все у нас хорошо. Так, цветоносик. Цветоносик я сейчас обработала корицей. Так, вот так. Обработали корицей. Хорошо. Кашпон я подобрала 0,6. сама по себе орхидейка еще небольшая. Вот, кашпорты. Вот, смотрите. Сейчас мы все это делаем. Ложим, примерим. Примерим. Так, маленько ее покрутим. Вот так. Вот так. Посмотрите, как хорошо присела. посмотрите. Замечательно. Ну и все. Осталось самое тяжелое в кавычках засыпать керамзитом. керамзит. Я промыла в средней фракции. Очень коричная коричная. Так вот, на тему размышления что случилось с цветоносцем. это по моей глупости, если честно. Я развела удобрения для своих адениумов. я их сейчас подкармливаю монокалия фосфатом, чтобы они у меня зацвели. И в итоге ковшик, в котором немного осталось этого удобрения. Осталось стоять. Ну и чтобы добро, как говорится, не пропадало, Надя взяла и разлила. А то, что поливать цветущие нежелательно. я это знала, но так получилось. А потом подхожу, думаю, точно, точно. Так, все-таки воздушные. Немножко. Стараемся, конечно же, заполнить. Так как орхидея полита, точнее, помыта, и керамзит я тоже мыла. Никакого полива здесь сегодня не нужно. подожду, она просохнет. Так, тут у нас корешок. Видите? Вот такой корешок растущий. Надо попробовать его убрать, направить вниз. Ну, либо прижать потом камушком. посмотрите, не зовите пустоты, тоже нужно подожду. можно палочкой, можно чуть-чуть поступить вот так. так, вот так маленько сделаю, чтобы было видно. Очень хорошо корни просматриваются. Орхидея получилась маленько сдвинута вот к этому краю краю. Но тут ничего не сделаешь, потому что она сама по себе была не особо-то прямая изначально пришла. То есть, если вот так она будет стоять, хорошо смотреть. тут у нас сильно большой карман получился. Ну, опять-таки, почему нет, пускай будет. помните, что нам нужно добиться эффекта, чтобы она не качалась. Так что сейчас мы достаем керамбель, уберем ее закреплять. Может быть от керамзита она сама закрепится. Сейчас посмотрим. Если нет, то что-нибудь добавим. вы знаете, если бы была кора или мох, конечно, так глубоко бы я ее не стала усаживать. А так как это керамзит, это такая посадка очень очень быть. Так. И смотрим. Так, что у нас получилось. как-то так. Корни все это видим. Нет, она хорошо села. Она не болтается, не шатается. Все замечательная. И вот в таком виде она у меня выводит. Листики это еще от обработок. Сейчас их я протру обязательно. и так листики я протерла. так как мы мылись, точку роста на всякий случай промокнуть бумажной салфеткой. Так. Ну и вот так у нас получилось. Спасибо, что смотрите меня. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.